Всех приветствую на моем канале. В первом полугодии 2021 года компания Kia планирует начать производство нового поколения легендарного среднеразмерного кроссовера Kia Sorento. Автомобиль будет построен на модернизированной инновационной модульной платформе, которая уже применяется в последнем поколении Kia Optima и Hyundai Sonata. При этом сохранены традиционные для модели поперечное расположение двигателя и передние ведущие колеса. Статняя ось подключаемая при помощи муфты. Габаритная длина выросла всего на 20 мм до 4820 мм. Колесная база нового кроссовера увеличилась тоже на 20 мм и составляет 2805 мм. 14 сентября играет Zenit и Arsenal Tool. А чтобы просмотр был более интересным, мои друзья из OneX смогут принять твой выбор на всевозможные матчи и их исходы. Переходи по моим ссылкам под этим роликом и выбирай самые интересные противостояния. Помимо того, тебя там ждут множество киберспортивных событий и других развлечений. А по моему промокоду получай до 100 долларов при регистрации для новеньких. Колом кроссовера изменился кардинально. У машины появилось несколько вариантов сбора. Теперь на выбор предлагается не только традиционный 5-местный и 7-местный вариант с дополнительным задним рядом, но и 6-местный вариант Sorento. Свободного пространства для пассажиров стало больше за счет более длинной колесной базы. В последнем случае второй ряд сидений будет представлять собой два раздельных кресла премиального уровня комфортабельности. Интерьер стал намного более качественным и комфортным. Kia обещает применение в салоне материалов только высокого уровня качества, а также значительно более высокий уровень шумоизоляции, чем у предыдущего поколения. Дизайн интерьера повторяет новую оптиму в плане архитектуры с поправкой на большую высоту салона. Экстерьер нового Kia Sorento изменился очень сильно, при этом автомобиль сохранил свой узнаваемый стиль. Заметен характерный фирменный стиль марки Kia, который более-менее устаканился за последние 8-10 лет. По сравнению с текущим поколением автомобиля, который выпускается с 2009 года, новинка обладает более скошенными формами. Узнаваемым решением, которое передается из поколения в поколение, является форма задних стоек кузова. При виде сзади новый Sorento имеет сходство с машиной позапрошлого поколения, в частности формой фар. Разница в том, что теперь задние фонари разделены на две части по вертикали. Радует, что в компании Kia дизайнеры решили придерживаться умеренного подхода к дизайну, не уродуя машину с лишним числом выштамповок. Спереди кроссовер выглядит достаточно агрессивно за счет узких светодиодных фар, переходящих в решетку радиатора. Такое дизайнерское решение характерно для всех последних новинок от китайцев. В частности, в таком же ключе решен передок новой Kia K5. Что-то схожее получил и рестайлинговый Kia Rio, который появится в начале следующего года. Обзор на эту машину также есть на моем канале. По итогу, можно сказать, что внешний вид нового Kia Sorento получился достаточно сбалансированным и приятным. У автомобиля будет полностью цифровой приборный щиток диагональю 13,2 дюйма. Помимо основных показателей, по желанию водителя на него может выводиться множество дополнительной информации, включая показатели навигационной и мультимедийной систем. Само оформление приборного щитка будет полностью настраиваемым. Водитель по своему желанию сможет выбрать один из доступных вариантов, предложенным производителем. Рядом располагается экран мультимедийной системы диагональю 11 дюймов. Автомобиль будет оснащен камерами кругового обзора, изображения с которых можно будет выводить как на экран мультимедийки, так и на смартфон. Мультимедийная система будет поддерживать работы сервисов Android Auto и Apple CarPlay, а также Яндекс.Авто для российских автомобилей. Под экраном мультимедийной системы расположился блок управления климат-контролем, который сохранил классические кнопочные переключатели, позволяющие выполнять настройку, не отвлекаясь от дороги. На центральном туннеле находится шайба выбора режимов работы автоматической коробки передач, которая заменит традиционный селектор. Рядом расположена кнопка управления электромеханическим стояночным тормозом. В дорогих комплектациях автомобиль будет оснащаться подогревом руля, всех задних сидений и вентиляцией всех сидений. Для нового поколения Kia Sorento будет предлагаться широкий перечень средств пассивной и активной безопасности. Автомобиль будет оснащаться 10 подушками безопасности. Помимо традиционных передних подушек, боковых и коленных будут подушки безопасности, расположенные между сидениями переднего и заднего рядов. Они будут препятствовать столкновению водителя и пассажиров между собой. Также уже в базе кроссовер будет оснащаться системой автоматического торможения и активным круиз-контролем и системой удержания автомобиля в полосе. В России новый кроссовер должен появиться в первом полугодии следующего года. Естественно, цены станут значительно выше, чем на Sorento текущего поколения. Новый кроссовер сделает заметный шаг вперед по сравнению с текущим поколением как и в плане техники, так и в плане оснащения. Цены на текущее поколение Kia Sorento находятся в диапазоне от 2 до 3 миллионов. Новый автомобиль будет заметно дороже. Он будет начинаться как минимум от 2 миллионов в 200 тысяч рублей. А максимальная комплектация приблизится почти к 3,5 миллионам. Ему придется конкурировать с такими автомобилями, как Havail F7 и F7X в дорогих комплектациях, Skoda, Kodiaq, Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe и Mitsubishi Altlander. В целом, у нового автомобиля есть все, чтобы справиться с ними. Новый Kia Sorento 2021 года будет оснащаться передней и задней независимыми подвесками, а также системой подключаемого полного привода. Моторная гамма кардинально преобразится по сравнению с машиной текущего поколения. На смену бензинового атмосферника 2,4 литра придет дизельный двигатель объемом 2,5 литра, мощностью около 180 лошадиных сил. Он будет сочетаться с восьмиступенчатым автоматом. Автомобиль с таким мотором будет доступен на рынке России и США. Данный мотор оснащен современной системой непосредственного впрыска топлива. Он относится к семейству двигателей Smart Stream. Будет предлагаться и турбо-версия данного мотора. Он сменит предыдущий топовый мотор V6. Турбомотор будет выдавать 277 лошадиных сил. Для рынка России его мощность задушит до 220 лошадиных сил для более комфортной налоговой ставки. Также для кроссовера будет предлагаться новый турбодизель объемом 2,2 литра. Он также относится к современному семейству двигателей Smart Stream. Такой мотор будет выдавать 212 лошадиных сил и 455 ньютон-метров крутящего момента. Он будет сочетаться с восьмиступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Также везде, кроме России, будет доступна гибридная версия Kia Sorento. Под его капотом будет установлена бензиновая турбо-четверка 1.6, выдающая 180 лошадиных сил. С трансмиссией встроен электромотор мощностью 60 лошадиных сил. Максимальная отдача такой силовой установки будет составлять 230 лошадиных сил. Из-за аккумуляторов маленькой емкости такой кроссовер, к сожалению, не сможет передвигаться на чистой электротяге. В будущем появится и полноценный гибрид с батареей высокой емкости, а также функции подзарядки от электросети. На данный момент это вся информация о новом Kia Sorento. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому, чтобы не пропустить его выход, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Не забудьте про бонус в закрепленном комментарии под видео. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк. И написав в комментариях, как вам новый Kia Sorento. Готовы ли вы купить его себе? И помните, только ваша поддержка позволяет мне уделять время созданию подобного контента. На этом у меня все. Огромное вам спасибо за просмотр, удачи и до встречи в следующих выпусках.